Сегодня рабочий день антиквара начинается рядом с такими вот антикварными машинами где-то примерно годов 20-х И вот такие подобные машины продаются здесь в Америке на аукционах И сегодня как раз заканчивается аукцион в Арсторе, который я непосредственно и наполняю Это предметы, которые вы там сейчас видите, я нашел в Германии И сейчас будет вставка этой видео прямо вот в день, когда я нашел эти предметы Была коллекция целая, из этой коллекции я выбрал самое лучшее Потому что вещи на аукцион сами по себе не появляются Их нужно обязательно найти, их нужно привезти И перед тем, как это сделать, нужно провести экспертизу И вот я там несколько часов, собственно, эту экспертизу и проводил Чтобы все совпадало, чтобы все было в идеале именно по покрытию, по заводскому сбору, по рукоятям, отсутствие дефектов и так далее И потом дальше эти предметы попадают на аукцион и он заканчивается уже примерно через час А это целая коллекция, которую я сегодня отбирал, я выбрал лучшие предметы из кейсов Эта коллекция была принесена, и я вот самая лучшая из этой коллекции, собственно, сейчас изъял Потому что это кортик Люфтваффе образца 1937 года, две штуки Вы видите, клинки практически в идеальном состоянии, реально это минт и около минт Армейские кортики 1935 года образца Здесь есть и Тигр, здесь есть и Хеллер, то есть это непростые производители Есть и Айкрон классический, обратите внимание, все с подвесами, все с темляками Вот здесь вот, например, кортик Люфтваффе второй модели Это СМФ в охрененном просто абсолютно виде Тоже практически минтовый Это все собирал человек и принес дилеру на реализацию коллекцию Здесь же еще есть ранний ВКЦ с охренительным клинком, с охренительной рукоятью Тоже с крутыми ножнами, еще и с этим, как вы говорите, с темляком, да И с подвесом, подвес у меня есть тоже тяжелого металла То есть это ранний, видите, он по ручке отличается, сколько взять Вот этот дорогущий, но при этом того стоящий экземпляр Потом дальше у нас здесь с вами есть моряк Моряк это образец 1929 года 1929 год, собственно, мы здесь видим еще только головку рукояти в виде шара Это отсылка еще к 1848 года на образцу прусскому еще Но, тем не менее, вот здесь вот этот образец, он присутствует Их дальше потом модернизировали, откручивали эту головку рукояти Прикручивали сюда орла немецкого со свастика, я вам уже все рассказывал Но, как говорится, повторение мать учения Плюс еще здесь тоже в комплекте подвес идет, то есть каждому экземпляру И темляк, и подвес, это все была большая коллекция по вермахту И сейчас вот просто самые сливки уезжают вместе со мной Я безумно доволен, потому что на самом деле с такими предметами работы проводятся Дохренелиар просто времени нужно было простоять, просмотреть, просравнивать Потому что самое важное в этих делах, самое важное в этих кортиках Это выбирать, чтобы производитель ножен, производитель самого кортика И все-все-все детали, то есть орел, головка рукояти и так далее Все было на один период, и чтобы это все было от данного производителя Либо чтобы это был дженерик, так называемая, как бы базовая, можно сказать, гарда Но если мы находим дженерик, то бишь это вот гарда, которая подходит ко всем производителям Она должна хорошо подходить по серебрению, по износу и по всему вот этому Поэтому большое, долгое время занимает предметы такого базового условного уровня, но большое время занимает нахождение, а потом после этого еще и инспекция их финальная. Наконец-то все закончено, сделка завершена. Прям хорошо получилось, просто охрененно. Опять же получилось даром за амбаром, потому что просто так эти вещи никто не отдает. То есть сейчас и принесли тоже эту коллекцию на фоне подъема цен, но это вот как раз тот самый момент, когда за счет того, что цены поднялись, свежий какой-то материал пришел на рынок. Это в Баварии. Сейчас находится, так задокументируем, эта выставка в грейдинге образца весны 2024 года. Это 11-й день работы антиквара в Америке. Сегодня финализируем аукцион и будет в основном такая бумажно-административная работа. Плюс еще пофотографирую немного для будущих концертов. И всем еще спасибо за совместные просмотры отечественного кинематографа.